добрый вечер дорогие любители киберспорта и рад видеть канал стрим то наши любимые подписчики и просто зрители для вас будем показывать турнир domination series еще групповая стадия 9 раунд ребята встречаются сегодня next и против go pro на карте первое будет иран у нас вот формат медиум здесь посмотрим на ребят комментирует будет антон черт критик мой напарник санчес ну и собственно картинку санчет будет нам сегодня показывать отлично привет да привет антон и на кого ты ставишь сразу вопрос задам тебе сложный вопрос посмотрел если кто-то вообще как когда-то идут по сетке это два таких коллектива которые не особо блещут у них одинаковое количество очков да и вообще по проигрыш выигрыш и ничья у них одинаково абсолютно идет девять очков и там два поражения и по три ничьи и проигрыша они жестко там проседают по сетке и собственно говоря из них сильнее сложно сказать вот тем не менее надеюсь что что-то проявит здесь ну раз они органы значит будем смотреть 4 равны они мере может быть может быть получено сделать лет у нас уже на карте происходят сейчас будем смотреть на сетап обеих команд у нас есть здесь за gopro вайлот крю который играет на вас по езиде есть в рикс которые на викинга молоте также есть сия который на вас по каусе сделан такой выбор и есть сафах который играет на хорни то шафте уже так все абсолютно верно я кстати по моему про кого-то забыл именно про кого я уже не помню а вот я забыл представить еще одного игра игрока он будет играть на викинга смоке ладно давайте тогда представишь коллектив next of команда next of и вроде next of и представлял нет я gopro говорил ладно но край бреди нас играет в аспеке паспожига еще антибиотик у нас есть да это века молот также вас вас по магнуму это фагот how to play играет у нас бонни туксанок парень играет у нас на пенсии ну и конечно он x аусе наконец-то я галст посмотрю в действии не было еще возможности посмотреть но импульс на шафте импульс играть у нас на хоре шафте с мышкой поэтому пристальное внимание тоже ему стоит уделять и кто любит мышку он посмотрите на человека про играть на ней и большие преимущества него синяя команда уже смотри уводит у него здесь очень неплохая встреча в роли он икса также есть бойник санекс но сбрасывает флаг импульс и в итоге его возвращают он икса тоже сольют и никакого воза здесь уже не будет смогли от дефать здесь gopro атаку и в рикса тоже разберут который дэшный может быть неплохая атака от бойник санекса но все очень неплохо дает ему до дэшки 2 выстрела своего гаусса и опять атаки не будет посмотрим что здесь будет происходить дальше есть мая открыл решил он вернуться в деф посмотреть что там происходит очень правильно сделал потому что здесь есть наукра наукра и бэйби также импульс и снова ребята дефали больше не сейчас дефают а так пока что от них не видно хотя есть вот микро атака вот в рикса но его сразу же разбирают и пока что все очень спокойно на карте происходит совершенно верно сейчас у нас дефит абсолют альфа а те да не получится у него даже разобрать такую счетом разобрался не могу открыл играть вам кстати на присоску с изидой в принципе неплохо хотя я думаю здесь больше кусать он хочет вас по воде чем просто лечить хотя может быть пока я еще не в теме чуть-чуть и поэтому если дальше будет видно что тут лучше это вот у нас как видим не промах уже в самом горячем атаке находится в рикстам пытается его задейфить вроде получается неплохо повод конечно выбрал там хорошие свой выстрел с магнума аусы разобрал гаусс у нас быстро кушка антибиотика съели почти уже сафар его добить доберет шахта я думаю да импульс может отувести не отца и сверху гауссу дает но опять же не получилось провести атаку синего коллектива сафар забирает здесь дэшка будет сверху пытаться настреливать не про неплохой выстрел поездить а вот вайлет крю будет увозить флаг и не получается у него это сделать хотя он отвез до своей базы здесь будет подхват от си а также кантелус имеется и он будет продолжать увозить так все абсолютно верно но возврат произошел а вот на экран но у край бэйби увез флаг будет падать он в эту яму и будет ли это возврат пока непонятно там полный минус эти на второго игрока убивают падает в полный минус 2 виконга твинца и вообще непонятно что происходит все таки поднимается здесь бойник санекс и возможно это будет доставка очень много здесь игроков синего коллектива и если вылечивать на крыбе кстати на крыбе нас играет без устройства на лечение и равно ставит волокс у нас на смоке и плохо там центре разбил и еще хорошие суппорта погод халту пленю вышел в общем атаку не разбили и в итоге могли довести этот флажок старуха так все выплатили вот для бежку и придется а у красных бекта разбить помощь посмотри вайл открыл взялся жигу и для него мне кажется это очень правильно потому что вот он играл на изите с нано ботами и и вообще абсолютно не реализовывал посмотрим как он себя проявит на вас по жиге но опять же он вышел еще один игрок красной команды выходит их вообще четверо на карте остается очень не вовремя они решили обновиться и тут уже есть очень неплохая за очень неплохой заход от next of и они мешают друг другу но тем не менее оникс увозят оникс увозят у него здесь есть встреча но украй baby его полностью отличивая дашка у него конечно садится есть скидка под но украй 1 украй бэйбе и это пока что вас но с противоположной стороны есть я который тоже берет и увозит флаг так хорошо и разжена верно абсолют альфа будет подхватывать там будет фрикс антибиотик конечно не разберет его ну в рикс его добивать а вот фагот может еще успеть магнум выдать четки ну нет паркур и зарешал и быстрее паркур было да это уже вторая доставка на этой карте счет становится 11 не в всю пользу и синие пока что больше атакует вот она украй бэйби будет пытаться вывозить флаг едет он на центр встречи пока что нет но там есть импульс который может ему возможно помочь но также сзади вайл открыл который на своей жиге врывается и по итогу возврат произведен в рикс конечно будет пытаться вывозить он делает все возможное резко цена украй бэйби и она уже его окончательно высосет и никого вас снова же нету за нету у нас пока ничья на карте есть вновь заветная ребята это заходить из next of и вот сейчас первые заходы ну да я разобрали то бейкинг харькара не остался магнум сверху а вот у вас пошел то вас по вас по галс все время с шафтом почему-то из его носа сверху а цаи все-таки разберут оникс там подпевал на дэшке хотел за суппорт все вот бойник санкс неплохо как на броне это заходит и на украй бэйби решает сливаться атаку может даже не только заберет да забрал врага не тру правда нету кому помочь к санксу оникс конечно ради дэшки накидывает ну поздновато поздновато и бойник санкс учит еще и броню разобрать понимает он уже что нет смысла атаковать решает все-таки хотя бы забрать вражеский дроп его конечно сливает но есть он их с которой дашку все-таки успеет забрать также дэшка за ней нужно выдвигаться есть импульс который будет тоже забирать дэшку на вражеской базе и просто не сейчас забрали весь дроп абсолютно весь дроп на карте импульс будет сейчас сверху пытаться стрелять на его бросает в минус при помощи молота также шафта но край бэйби в соло заходит нету в этом смысла сливается он и что же оникс отстреливается по канту лузу но в итоге его разберут и ничего хорошего из этого не выйдет конечно канту луз попробует увести но в дэфи уже резко и ца но край бэйби которая его добьет совершенно верно у нас по год how to play его 3 лесу и верили сеть будет раздамажить от шафта кстати резисты видел ну все равно шафта не меня особо достает хотя по мне она очень сильным в одном случае есть от воссы боник санах на центре 0 хп в риксе свой антибиотик но верлют крипту подспевает и будет сопротивление небольшое как сказать небольшое три танка там уже находится в центре и блокирует вернуть его никто не знаю успеть ли не до живет сожгет сожгет оникса никуда ты не уйдешь паренек сказал ему обратно хороший заход было так 100 много у про все-таки с ним разобрались все абсолютно верно летит дашка на базе у gopro ее нужно конечно же контролировать но next in x ты не спят они уже будут хотят за не заходить но все-таки забирает ее викинг красной команды и нужно сейчас рельсе максимально его раздамажить ездит шафт который тоже будет давать ему как можно больше выстрелов и антибиотик сверху спрыгнет будет пытаться возить также если да просто все шансы есть на вас конечно с противоположной стороны будет гром который также вывозит флаг но как на зло респится здесь фархо фархо в топлей и возврата нет будет у вас из противоположной стороны возврат также есть подхват синего флага он потихонечку увозит его будет выдвигаться надо дэшку ему ничего здесь не угрожает кроме наукра и baby которые уже здесь ничего не сделает и это будет скорее всего доставка хотя есть неплохой перехват в роли дэш на рельсы которая сверху настреливает но тем не менее доставка 21 30 секунд до конца next там нужно очень сейчас у про конечно жестко отыграли и вот next и хотя сейчас вроде как с пулкой но я не думаю что она у них надолго здесь задержится поэтому до сожалению пока что понял и вы пользу счет поэтому будем смотреть за вот эта игра которая сейчас превратилась победу gopro и кстати начале начинал все плавно для ребят из next of вот собственно потом это все переросло не будем расстраиваться сейчас все возможно изменится я на это как минимум надеюсь ну это надо понимать что только начало только первый раунд в дальнейшем игра может по-всякому развернуться может быть даже gopro проиграют это все может быть будем за этим всем наблюдать а пока что gopro молодцы вот все что я могу сказать так держать аннекс там нужно немножечко под собраться и что шлеспица будем смотреть мы изменения в сетапе а что я таких не вижу но у них еще есть пару минут чтобы что-то поменять но либо же не менять на их выбор вы пушите свои врага как интересно сказал как менять либо не менять ну я не знаю время раунда они очень много меняли но шахтоводов они так и не решились поэтому здесь наверное все таки это обратиться знающим людям нужно ли иметь команде ну видно ребята считают что не надо ничего поэтому на душе оптала ну если считает то в принципе почему бы нет нет сначала именно gopro тащила вниз изида которая у них была с нано ботами как бы на ней здесь можно играть пингвины это показывали просто шикарно не отыгрывали на изите с нано ботами но в данном матче gopro поначалу и абсолютно не реализовывали правильно они это поняли очень вовремя и в итоге сменили на жигу игра сразу пошла вверх и в итоге вот они победили есть понимание игры на ходу понимая что нужно что-то менять и меняют незамедлительно так сейчас мы будем наблюдать за следующим раундом есть рикошет рикошет в дефе это неплохо это абсолют зиру твин сайта как всегда нужно оставлять жигу нельзя снимать ясно дело что без устройства не так ждет но тем не менее все равно опаливает некоторые точки корпусов нет на что мне не нравится на этой карте 3 лиса вот мы видели это в первом раунде и вот во втором сейчас появляется одевать понятное дело из-за того что резистов много но я думаю пушку подобрать умерились и есть что вы рису наверно санчистым так ну что же есть у нас начало будет ксанок забирать тяжелый двойной дроп нету вряд ли он будет дожидаться потому что дроп не вечен и ему нужно им максимально воспользоваться будет он заходить ничего ему почти не дали кроме хрома сзади но как минимум последнего дефера он разберет есть еще здесь вайлайт крю который тоже пострадает от данного от венца и конечно не получится уйти у него но он очень неплохо разобрал деф поэтому мэйби форми уже сможет уходить нужно дать нужную рельсу пассия делает эту смоку он икс и ухода ухода все равно нету но еще не вечер как говорится он их тоже будет пытаться вывозить и пока что все просто прекрасно рикошет в дефе залагал и он икса действительно есть шанс увести здесь есть уже мэйби форми который зарез паса прижал немножко он икса но тем не менее здесь будет увоз но также возврат быстро разворачиваются события буквально одна минута прошла начало ровно совершенно верно и вот вновь у нас продолжается атака у нас gopro атакует мощно но у них стыда не промахи он x там со смоки пытается разобрать кромовода сафар кстати сверху контроля ты у него и все равно гоник санок заберет эту пронюхать и полубит полубиты и в итоге продолжает разбор внимательно ну икс ты прям очень сильно щас такую дашку конечно не получается у них отжать на базе оппонентов но все равно этот игрок остался буквально на несколько шариков рикошета и это значит что никакого импакта в дальнейшем он не сможет внести своей команды и бойник санокс тяжелые двойные у него есть и он стоит на базе будет дефать этого тяжелого викинга наверное не подозревает он что он остался буквально несколько шариков твинца и его разбирает дробь в бойник санокс и спадает и правильно делает его напарник фаргоф фаргот хоу ту плей и сливает его пока что опять же все очень тихо и до вальд хру кстати очень неплохо зашел самое главное он сделал убил вражеского дошного викинга и в итоге конечно не увез но тем не менее он сделал огромную пользу для своей команды кстати фрикс есть абсолютно целый незамеченный он заходит на базу будет пытаться вывозить флаг конечно есть бойник санокс твинс который будет его блокировать но нет это возврат все равно не получилось совершенно верно есть возврат и вот но край бэбитом с молотком фрикса неплохо разобрал его там три выстрел но все они четкие тоже был разобрен был микс алексом это такой разменный дубль омидс уже на дэшки единственно пытается там разбить деферов вот так они такая сильная была но нет долго не получается делать есть центральная дэшка кстати наверху мало кто забирает и не менее вот сейчас только если лет там будет то тогда и получит заход но кроме помни видели до абсолют они это абсолют период видео будет разбирать сзади двое просто есть накидывается саппар сверху и все конечно в итоге вас сливает также ленис будет скорее всего отправляться нарез конечно пытается он свистить но ничего не получится или получится но уже с дашки так что атаки здесь снова не будет но есть фрикс который умирает на дашки это знает что и у противников атаки не будет также и посмотрим что происходит на противоположной стороне карты есть вайл от крю который на своей жиге заходит будет поджигать он бонник санекса и оставлять его на половину запаса здоровья и все равно никакой атаки не будет просто выманил этого викинга и пока что обороняется синяя команда но у края и бэйби поднялся наверх дабы забрать кто-то дэшку теперь сверху будет пытаться накидывать но сливает его по итогу шафт сливает его и пока что у нас синие обороняются конечно пытаются они выехать в атаку есть валют хрю которые заходят на вражеский флагшток но его оставляет вражеская жига отправляет его на респе и по итогу ничего не получается конечно есть бойник санекс который на дашки пытался зайти но опять же синие не дремлет они все находятся в дефе и возра здесь также не будет очень аккуратно ты хирует оба коллектива постоянно находятся в дефе когда нужно что интересная игра относительно да сейчас сафара разбили там неплохо неплохо кентлус с дэшным граммом в общем разбирается с атакерами и да а так как конечно next of здесь разбита полностью gopro выдвигается пока что полу раунда пошло равномерно идут ребята и как мы видим все равно гаусс прилететь не девать так много резистов и оникс пытается вырвать флаг не получается быстрый вот прям афты и гаусс стрелять очень быстро если давать товарища эти в дефе то и увести шанс конечно сосис посмотри есть в рик сатуре увозят здесь есть бойник санекс которому нужно сливать кантелузу еще мы бы фарми один гром нету не на один гром выдает он по нему надо было поэзиде но он спешит ему не до этого и пытается на двойном дропе возить флаг на него блокирует легис изменяет он свою траекторию пытается возить все-таки через другой путь и не долетает шарик и двинсал это увоз это у вас стопроцентный ввоз посмотрим будет ли это доставкой потому что есть вражеская зида кстати раньше это было жига и неплохой перехват есть два танка есть эти сия который подбирает также флаг но все равно это возврат очень неплохая попытка была очень неплохая ну а красные сейчас уже будут очень хорошо заходить есть фаргут хофтоплей и он увозит но его сливает одним шафтом сафахи также есть мэйби фарми который тоже будет отправляться на респ ничего не получилось противоположной стороны вайлд крюна дашки будет пытаться вывозить на его прижимают противники и это будет тоже возврат есть в рикс dd-шный дд-шный в рик стоит сверху и будет пытаться на стреливать нельзя ему умирать потому что нужно реализовать дд-шку по полной при помощи рикошета очень неплохо убивает из виду под собой и пытается спрыгнуть на флаг но это не имеет никакого смысла потому что его сразу же сливают да мы бифами пытается на рельсе у вас еще два вас по воду будут играть вместе с едой в суппорте и не менее бонник санкса джиги отбегает фагот аутоплей сгорает таки ну и сафар медленько разберет бонник санкса уже абсолюдировать саем спешат в общем поза не получится хотя у но прибыли возможно сможет сделать что-то хорошее вот опять респицы просто удачного сзади жига делает проблемы конечно для ребят и не дает делать а вот в риг счас неплохо то уйдет да брикс уже побежал будет садежка должна использоваться быстро в рикста наяривает где аптечка ребята аптечку дайте ему не не нужна аптечка ему нужно чтоб софаг повернулся и добил бойник санкса это происходит действительно есть очень неплохие шансы на доставку но есть хороший перехват мэйби форми на 0 хп ддш на рельса проходит по нему сливает он флаг будет подхватывать сено также его сливает очень неплохо там вылечил вот его вылечил в итоге как же мне обидно на это смотреть но прям почти немножко не доезжают и все равно возврат уже 2 гупру прям хорошо атакуют молодцы да такую совершенно неплохо леди стамс центр пытается разбить отлично в риксон сверху раздамажил хотя мы бифами там был в общем две минуты до конца последний друг вот сверху у нас для цая или с ддшные но в общем ребята не промахи больно и даже возвращается двойную двойного гаусом поехал разбиваться но неплохая попытка была от мэйби формия связи да но просто разбирает его я не знаю я не вижу сейчас этих заходов с двойным викингом и и зидой конечно здесь вида ехать на на ботах но они на на ботах даже так вот когда я комментировал их ру допустим пингвинов против не помню кто них в противниках был но в общем-то пингвины прям постоянно заходили в месяц и зидой эти викинги прям были вместе всегда сейчас это отлично это отлично и вот сейчас до оникс очень близок оникс его ребята сейчас вы будете плакать и чувства если что-то пойдет не так надо возвращать оникса олеги чужих сзади это конечно божественно понятно уже его солью но он вернул прям на респе но укребе конечно заплакал вот что за битва такая столько было возов прям почти доставка но в итоге просто оппоненты все равно возвращает сейчас будет еще возможно размен за 20 секунд до конца конечно есть шансы что кто-то поставит но они невелики совсем невелики хотя но укрей бэйби но не вернет уже здесь есть канта луз также есть в ригс но их разбирают 7 секунд это еще может быть доставкой сверху прыгать вайл от крюк сверху он выжил горой ложь не то натворили просто gopro да это было ужасно некрасиво страны но они смогли выдержать флагу пайл открыл просто хорош прям просчитал все таймги в нужное время спрыгнул красавчик так не знаешь какая у нас будет следующая карта я не знаю какая следующая карта будет вообще могу в принципе сейчас посмотрим так если вы знаете друзья зрители напишите пожалуйста в чатике обязательно прочтем хотя ссылочка у нас уже будет мы и так это узнаем скоро если у вас есть какие то вопросы к нам вы можете сейчас их задать потому что уже через минут пять мы будем начинать комментировать третий раунд и не будем обращать внимание на счет так что мы готовы все прочесть вам санчет дает шанс так отчет у меня куда странно иран лак ирнула какой-то так у них что 2 ирана что ли я даже не понял на иране они до сих пор сидят какой-то лак это возможно они просто играют 2 ирана думаешь ну вполне возможно пауза 5 минут пишет наблюдатель у нас так ладно ну так вот ну вот Так, посмотрим, есть ли там что-то в чате. Нет в чате, пока что ничего нет. Ладно, хорошо, будем ждать. Игроки в любом случае взяли техническую паузу. И, я так полагаю, действительно будем наблюдать третий Иран сегодня. Не знаю, ну вот знаешь, что-то непонятно. Иран разве должен быть? Видно, так и решили. Я думал, сейчас каким-нибудь МММ версию карты посмотрим, а они взяли и выбрали Иран. И они простые ребята. Так, хорошо. Ну, кстати, удивительно то, что мы еще сегодня много кредошибок не наблюдали. Как известно, на Иране обычно у всех кредошибки вылетают. А сегодня я не очень сильно за этим, не очень сильно это замечал. Ты говоришь? Говорю, да, обычно на Иране всегда кредошибки, а сегодня что-то их нет. Удивительно. А же у тебя, представляешь? У меня в прошлый раз было, когда я Иран показывал. И у комментаторов всех было. И у игроков было, я помню, заходил какой-то викинг на фулл-дропе и просто вылетает перед тем, как взять флаг. Представляю, что находилась конференция у этой команды. Действительно, это было обидно, наверняка. Так, ладно. У нас тут HTML5 уже вышел. Играл, пробовал вообще? Да, играл. В киберспорт играл? В киберспорт нет. Надо спросить у игроков, может кто-то сейчас играет? Ну, кстати, там, знаешь, когда наводишь свое дуло на своего противника, он у тебя подсвечивается красным цветом на определенном расстоянии, по-моему. Это может быть плюсом. Нет, я понимаю. Ты скажи, каково играть в киберспорт на HTML5? Ну, там... Мне интересно, может кто-то сейчас на Иране у нас играет в HTML5. Не, ну, там труднее, на самом деле. Труднее, думаешь? Да, там немножко... Камера по-другому работает. Но там привыкать нужно просто. Его нужно, конечно же, еще доделывать. Ну, я заходил, когда сегодня зашел посмотреть, чуть-чуть графика улучшилась с вариантом, который я видел ранее. Нормально. Мне нужно еще. Мне не нравится эта графика. Ну, в самом деле, да. Слишком все в мурашках у меня. Мне там много багов сейчас, есть очень много проблем, но все решался. Что-то, например, даже на моем компьютере. Получается так, что я включил все настройки, которые там есть. Тени и так далее. И у меня ничего не просела картинка, ничего, в общем, не ухудшилось. А здесь, на флэше, если я включаю, то, ну, как бы, из-за параметров компьютера определенных у меня, как бы, проседает сразу все. Там вот не просела. Не знаю, хорошо это или плохо. Но меня расстрелили как черта, конечно. Чуть-чуть не получалось. Я вроде нажимал дуэльку и потом броню. У меня почему-то броня не загаривала, в общем, не знаю, надо смотреть. Игра. Хотя нет у меня времени еще. Вот оттестят они, тогда можно будет сыграть. Да, нет, я тоже играл дуэльку HRWRM в матчмейкинге. Это очень непривычно, очень было трудно. Я проиграл ее, по-моему, даже человеку, который не особо увлекается данным форматом. Ну... И ты проиграл. Я проиграл. Так ты мог. Ну, это вообще мыль. Здесь немножко все по-другому. Я там привык, что надо лесу в определенный момент зажигать. Бамс, наоборот. Надо немножко подождать. Немножко по-другому. Так все просто. Так. Нексты у нас за красных и... GoPro за синих, по-моему, все верно. Все, у нас второй ран. Хорошо. Второй ран, сейчас мы увидим, и у вас по рельсе. Пока. Так, Легис у нас играл в предыдущем раунде. Или нет, не помнишь? Играл, конечно. Про него говорил. Он на грамме играл. Ну, может, в этом раунде не будет. Это награде, хотя мне кажется, стоило бы его поставить. Я не знаю, что из головы он у меня вылетел, вообще не запомнился. Но, наверняка было, если ты говоришь. Так. Вон ихся вижу. Так, вроде бы все игроки те же, пока что. Даже кого-то не хватает, по-моему, шестого. Ну, и за GoPro тоже самое пока что. Но, опять же, еще есть там 10 секунд. Сетап сможет немножко поменяться. Вернее, состав. Но сетап, конечно же, тоже. Я смотрю в чате, вообще, русскоязычных людей нету, абсолютно. Там что-то пишет на нерусском языке. Так, ладно, все, игроки будут прожимать. Дерет, и через 5 секунд мы увидим начало раунда. А, нет. Даже раньше немножко. Ты видел, насколько я отрезался? Да, я видел. Слушай, все-таки леги составляют. Подожди, а почему третиралка играется... Опять медиум, я ешь. Правила вроде знаю. Ты ошибаешься. Все четыре раунда играется один формат всегда. Это, ну, в первой лиге, по крайней мере. Насчет остальных я тебе не скажу, как там во второй. А в первой лиге именно так. Значит, это я извиняюсь. Ладно, будем смотреть, значит, так. Ты не напутался. Палклэк залетает у нас за ребят. И будет нагибать. Жиги. Жиги он будет. ЛДшку прям прожал хорошо. И Риксу, видишь, мало горит, но пол-хп все равно скилл. Но Крабэби уже забирает вражескую ДД. И он находится на маглями. В то же время абсолютно зероню увезет. А вот на Украбэби может еще. В принципе, если помощь была. Но Бонни Цанок в это время уехал возрасте флаг. А был с фулами, между прочим. Ему бы еще и Зидку. Конечно, Зида у них в команде не было. И он мог бы просто спокойно взлети. И однозначно увезти флаг. Но, увы, тактика немножко другая. К тому же он решил отдефать. И по итогу ничего не произошло. Как с этой стороны, так и с другой. И Онекс на ДАшке будет пытаться встречать Легиса. И не получается его протаранить. И в итоге сливается он. И никакого возраста здесь не происходит. Сея будет добивать на Украбэби. Но нет, не попадает. На Украбэби, скорее всего, его добьет. Но нет, опять же. Не делает он выстрел. И просто сливается. Он их забирает ДДшку. Остается на половину запаса здоровья. Оставляют красные игроки Вайлэд Крю ДАшке. Он уже будет на двойном дропе на половину запаса здоровья. Пытаться залетать. Его сразу же разобрали. Да, увидели моментально. Егис, там, Оникс. В случае выдали по выстрелу этого. Хватило было обновить торец. Есть у нас, опять-таки, заход от ребят. И вот он венчался ничем. Нексты пока что у нас в роли таких, да, дейферов. Пока что есть у нас, кстати, коробка. Одна и другая по обеим базам. Поэтому нужно ее грамотно забрать. Сейчас проблемы, конечно. Полпро и, да, Фаузла все-таки отжал эту броню. Прямо там наскочил через горку на францовое тыл. Легис там прощевиться хотел, но не получилось. Оникс просто насморка. Я не знаю, кстати, пользу от Оникса. Кроме того, что он пытается иногда смакой вылететь. Он ни одного флажка помнит. То есть он чисто, как, знаешь, побить. Ну, потому что чисто дэмэджи у них не хватает. По таймингу выдавать столько, чтобы сливать фаск даже. Есть такой, смотри, есть бойнит Ксанекс, который на этот раз на двойном дропе решил поехать в атаку. Но Вайлет Крю его вовремя увидел. В итоге встретил этого парня. И просто сжег своей жигой. Но у Крайбэби на ДДшке будет пытаться его возить. Промахивается своим магнумом. Но едет на врага. И в итоге это возврат опять же. Конечно, мистер Фаутли здесь будет пытаться помогать. Но все равно сливают данного игрока. И никакого ввоза не будет. С другой стороны тоже никакого ввоза нет. И все происходит очень спокойно. Очень спокойно оба коллектива дефают. Атаки друг друга. И сейчас, кстати, будет Викинга-смака заходить на ДДшке. Решила немножко подождать. Подождать Легаса. Настрелять по нему. Дать ему самоку поджигающую. И в Рикс тоже куда-то уехал. Непонятно куда. Решил, может быть, Дашку забрать. Или что-нибудь еще. И по итогу просто слился. Данную Дашку забрал на Украйбэби. И будет выдвигаться в атаку. Но в дефе уже есть та самая Викинга-смака. Которая не даст увезти данный флаг. На Украйбэби тут ничего не сделает. Хотя еще один магнум может успеет выдать. Все-таки, который нужен. Выдает чуть-чуть не так. Но, тем не менее, Цая все-таки. Оникс-1. Вот что он сделает. Даже Вика-смака получше смотреться, чем у вас. По ребятам запрещено здесь использовать крио-заморозку. Поэтому, наверное, смогу все-таки стоило бы снять. Если только они на поджиг, они играют. Играют они на поджиг. Поэтому это неплохо. В каких-то моментах. Но я не думаю, что просто этот поджиг здесь очень сильно влияет к крио-заморозку. Без крита. Поэтому стоило бы сменять эту тихо-заморозку. На самом деле, поджог в медиуме тащит. Но... Можно и без нее было бы, в принципе, сыграть. Как ты сказал только что. Но все равно Смака это неплохая вещь достаточно. В данном формате. На поджог. Даже если открыть таб, можно посмотреть, что он достаточно много урона вносит. Также киллов у него достаточно много. Он на первом месте аж. И что же сказать. Красные пытаются также заходить. Но снова они сливаются. Ничего здесь не случается. Поэтому Кусафах будет забирать эту ДДшку. Будет теперь долбить врагов издалека. И Врикс забирает ДДшку. Возможно, если Кусафах будет каким-то образом попадать по вражескому дефу. А Врикс может забрать эту аптеку сверху. И зайти абсолютно ценно на ДДшке. То, возможно, будет увоз. Главное сделать все правильно. Но... Здесь очень много красных. Здесь вообще ничего не светит. Да, Павлос пытался это сделать. Отвоз. Ну, я отклюсь. Все-таки там респил. Сафар есть броня. Его, кстати, думаю, все дамели. Поэтому... Сафар будет уже Кольный. А то онокса и Фаутлос к нему спустится. В общем, Сафар никуда не уедет. Чего до конца будет сжечь. Врикс уже вверху. Сай там кидают. Это не его Гаусс. Релиса все же. Осторожно быть, когда в бок делай что-то. А вот Фаутлос там неплохо. Так сверху раскачку спасло сделай. Рикса поджег. Какие рельсы? Ну, глупо было думать, что Мэй Би Фу не попадет. Это я ему говорю. Но вот Аникс, конечно, справится. Пусть еще. Тут смотри, есть Абсолют Альфа, который забирает ДАшку и просто стоит на месте, отстреливает отбойник Санексу. И, впрочем-то, у него все хорошо. Он викинг на ДАшке. Зачем куда-то двигаться? Лишь сейчас он решил поехать через центр в атаку. Надеюсь, в атаку. И, возможно, у него что-то и получится. Но здесь уже есть ДДшный Легис. Также есть Мистер Фаутлес на своей жиге. И, по итогу, он даже не успевает доехать до вражеского флагштока. Мистер Легис продолжает стрелять по врагам. Будет пытаться добить кого-то. И флаг, между прочим, уходит. Очень неплохо возит Мистер Фаутлес. Но Украй Бейби блокирует. И Мистер Фаутлес все-таки увозит. Неужели это будет доставка? Есть на перехвате Софах. И блокирует бойник Санекс. Это 1-0 в пользу Гоу-Про. Пока что все очень хорошо складывается для данного коллектива. Фрикс сверху пытается настреливать по вражескому дефу. И его рельса отправляет на одну гусеницу вниз. И по итогу здесь ничего не происходит. Главное сейчас не пропустить флаг. Потому что один увезенный у них уже есть. 2,5 минуты до конца. Вполне задефать такое время можно. Здесь, с одной стороны, есть Абсолют Альфа. Который едет на половину ХП вместе с Фриксом ДДшным. Который будет забирать у врагов ДАшку. Но Шафт красной команды выполнил свою миссию. Он оставил Врикса на половину здоровья. Но он забирает ДДшку. И никакой пользы от того Шафта по факту не было. И он увозит. Он действительно увозит, но его разбирают. Да. Обидно. Очень обидно для синего коллектива. МакЛенин действительно здесь что-то сделает. Но по итогу не получилось. И красные на данный момент сосредоточены на дефе. Им это и надо. Потому что полторы минуты до конца. Это немного. Продержаться вполне возможно. И у них просто все шикарно. Правую сторону не держит. Левую тоже. Он икс отстреливает. И главное посмотреть на центр. Потому что там есть Врикс, который на ДАшке будет пытаться заходить. Но здесь есть мистер Фауклис, который прыгает на своей жиге и оставляет Врикса на 0 хп. Но есть Violet Crew, который на нано-ботах вылечивает Врикса до полного запаса здоровья. И тот будет пытаться вывозить. И смотри, Софах пытается вывозить, но... Ничего. Но это, кстати, будет уже конечное для нэкс 100, если в GoPro здесь победят. Потому что во втором раунде, насколько я помню, была ничья. И нэкс там здесь нужна только победа. Нет, и можно победу и ничья. Ой, что я говорю, я перепутал. Да, да, да. Ну, будем смотреть четвертый раунд, как я и говорил. То есть игра раунда у них идет. Мы все-таки пойдем на Иране посмотреть четвертый раунд у ребят. Идем их с нетерпением. Я надеюсь, у вас поэзиду все-таки они с ним... Мне нравится мне, что у вас поэзида. Это особенно еще рельса. Коникса делал и рельсов под конец, ты уже говорил, наверное. Нет, я не говорил, но действительно. Я почему-то подумал, что GoPro вообще тащит 1-0. Уже совсем с ума сошел. Но в итоге данных стоит, затащили, поздравляем их. Последний раунд решающий. Либо сейчас победят Next, либо GoPro, посмотрим. Либо ничья будет. Тоже такой расклад событий может быть. Да, все возможно. Кстати, у нас будет еще турнир. Будем смотреть сегодня соло-рикошет. В 9 вечера. Ребята в Малакууфинал в нижней сетке будут играть против блайнда. Поэтому тоже далеко не отходите. И обязательно придем к ним. Тут это что-то раунд точно и заканчиваем сразу розыгрышем. Поэтому я думаю, ключ даже можем сейчас уже назвать. Я как раз собирался назвать ключ. Ключик у нас сегодня 9, 5, 4, 7. 95, 47. Заполняйте. Уже через один раунд будем разыгрывать. Так, все. Отлично. Мне кажется, в стриме не увидел ни одного русского комментария. А вот. Санчес, иди голды лови. Это твой адресок. Я знаю, кто это. Я знаком немножко с этим человеком был. Так. Хорошо. Где здесь русский вообще? Давайте на стриме напишите что-нибудь. На русском языке. Я ничего не понимаю, честно говоря, что в чате происходит. Антон понимает, он знает английский язык. А я нет. Кроме ноу-стресса, ты можешь не писать, дружище. Спасибо. 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 Так, кстати. Так, все. Будем смотреть на Иран. На этом все. Раз никто с нами не говорит. Есть начало раунда, и ребята уже несутся. Помнишь. Он здесь есть. И этот сумасшедший кваспавод, он Onyx, вот Джон. Да, Onyx уже здесь, появляется у нас много Рэбби, который с шафтом решил постоять, поцелиться. Это, конечно, интересный нюанс в нашей практике, но я думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Вот он уже сливает свой прицел, бонит сверху, в общем, и шафтовода разобрали. Сайт, там, или прострелы, хочет, или стрелить, или все выдавать, того не стоит, я думаю. А вот Кэнт Луус неплохо там разобрался. Все хорошо у нас на карте, разобрали они одного, второго, и вот сафа, сайт, и тут на смоке. Сафак у нас на смоке, продолжается бой, фаут вас уже залетает в атаку, вайлд Крю тут есть еще. Ну и кто же тут на суппорте будет? Никого, к сожалению, там Боник Санса занялся в Риксом, который тоже неплохо пострадал, но Край Бэби там со своим шафтом, в общем, занят, в общем, ребята, занялись делом, пострелять решили. Как и Ониксом, в программном дуэлице. Каждая свою мини-мини-миссию в каждом. Рикс отжалту броню, ну и фаут вас хочет его поджечь, говорит, парень, иди сюда, с двух сторон на Украе Бэби, там, что, вывел шафта, в общем, Риксу не пожить. Дали пожить Риксу, как и шафтоводу сверху, а вот Легис на про, ну а нормально, там, дешки должен, по 2 демэдж, давай, Легис, атакуй, Легис по дефе чуть-чуть, забрав броню. Салюзира у нас будет на фулах. Враня против. Плюс, как раз-таки, Нитра, и будет атаковать, ребята. Легис уже был разобран, но Крэй Бэби там пытается с шафтом своим поиграться, но Крэй Тлус его переигрывает и, понятно, добьет уже. Слишком быстро играет для шафтовода. Тем более, устроится там не три высела. Увеличенный урон. Тай разбит, неплохо, там Мэй Бифу не дает с пышом. Ну и все. 0-0 у нас пока что. Напоминаю, у нас ведут в раунде 1-0. Пока что гол-про. Поэтому, мэкстам, хотя бы для одного очка в таблице, необходимо не победы в этом раунде. Ну и вообще, если поддерживать традицию, ребята играют равно. Им нужна ничья в общем. И они продолжат также свои шефы по таблице. Очковочку. По 9 очков будет по 10. Нам говорят, что у ребят 2 смотни. Нет. Я уже здесь. И мы продолжаем нашу великолепную трансляцию. Что-то, извиняюсь, какие-то технические неполадки тут небольшие. Быстро устраняются. Мы продолжаем нашу баталию. Как говорят, две смоки. Кто не слышал, я сказал, что нормально все. Вроде как можно под две смоки играть. Тем не менее, еще какие-то нюансы всегда есть. Неплохой помощник. Это тикет. На сайте сходите, запомните и узнаете правду. А лучше почитайте правила. Так, да. Все хорошо. 1-0 у нас уже по карте. Пока у меня как раз техническая произошла проблемка. У нас уже 1-0. Да, вот тут только я заикнулся и сразу 1-0. Притащили флажок. Ладно, Антон, все, я здесь. Я тебя немножко бросил. И 4 минуты до конца. Попробую все-таки откомментировать эти последние 4 минуты. Рискни. Рискни. Ну давай, попробуем. Мистер Фаутлис пытался вывозить, но... Очень плохо закончилась эта попытка. И No Cry Baby пытается добить Сиа, но... Ничего не получается. Остается он на 0 хп и просто сливается. С противоположной стороны. Абсолют Альфа пытается зайти, но опять же все очень плохо. Да. Что совершенно верно ты говоришь. Ребята здесь пытаются что-то вытворить хорошенькое. Пока что не очень получается у них это сделать. Тем не менее, попытки защитиваются. Есть у нас, кстати, еще кто. Это заход. Заход. Ну вообще нужна ничья как бы для ребят, поэтому можно было бы отыграть через атаку. Сейчас массовую парням из Гоупро. У них что-то не получается это сделать. Абсолют Зеро залетает. Кто-то ему помочь не хочет. Да, подожгли парням. В итоге он даже не доехал до флагштоков. В дефе есть бой не тксанекс, который будет, конечно же, сливаться. Но все равно он заблокировал врага своим корпусом. И по итогу увоза здесь никакого не будет. Абсолют Альфа будет пытаться заходить. Но опять же все очень плохо для него. Так, ладно, хорошо. Бой продолжается. Он их отстреливает. Главное сейчас некстам просто дефать. Есть Violet Crew, но один выстрел Мэйби в фарме. Не дает ему ввести данные флаги. Кантелуз будет стрелять по Мэйби в фарме. Также будет забирать аптечку. И главное не отдать ему ДДшку. Что не происходит, он не отдает. Оставляет под Кантелуза. Вернее, просто залагал парень. Очень странно, но это Иран. В принципе, ничего. Удивительного. И Ноу Крэй Бэйби тоже остановился. Либо баги спектатора, либо проблемы Ирана. Нет, нет, все нормально у них. Там чуть-чуть не с Шафтовым не дружит. Поэтому Шафток сливает. В чем проблема? Фонекс разобрались. Они там с Атакой. Цай опять на своей рельсе. Боже мой, выкиньте эту рельсу, пожалуйста, здесь на карте. Кантелуз будет залетать. И Вайут Крю. Последние вздохи. Минута до конца. Мэйби Фу Ми сливает. Сливайте Мэйби Фу Ми. Он до сих пор живой. В риг был он подпадет. Ну, за... Легис, конечно, жесткий Легис на свои ДДшки. Кантелуз там, ну, что-то нереально нужно делать. Возрать будет. Да, с противоположной стороны у Воза тоже не будет. Бойнет Ксанок пытался заходить. Но его слила Жига с поддержкой в Рикошет. И просто никакого Воза, как обычно, не было. Легис до сих пор на ДДшки будет добивать Вайлот Крю. И также он не сможет зайти в Атаку. Легис все на той же самой ДДшки. Уже будет добивать Врикса и пытаться помогать вывозить Ониксу. И Мэйби Фарми будет просто спокойно увозить. И это может быть действительно Воз. Конечно, Врикс уже здесь замечает. Едет на перехват. Поэтому есть шансы хорошие перехватить. Но Мистер Фаутлес шикарно блокирует Врикса. Теперь блокирует Кантелуза. Будет его добивать. И продолжает данный Воз. Впрочем, Нексты дефают и Вайлот Крю что-то делает непонятно. Это может быть доставкой. Абсолютно альфа. Нужно просто его добить. Доставка нужна другим. Нет, не вернулся в фах. Еще есть там. Сайт тоже ворвется, но доставка должна быть. Если они сейчас поставят, то это все без шансов. Это Кабала. Конечно, конечно, будет конечная. Да, разберут они Вайлот Крю. Ничего там уже не сделает. Ставка и поздравляем ребята по одному очку. Молодцы. Как хорошо играли. В последнем смысле по одному очку. Если я не ошибаюсь, то сейчас у нас счет был ничейный перед этим. И сейчас 2-1 в пользу Некстов. Правильно? Именно по раундам. Нет. Правильно считаешься. 1-1. Но изначально смотри, первый раунд у нас... В первом раунде победили GoPro, потом была ничья, потом победили Нексты, по-моему. И сейчас... В прошлом раунде победили Нексты? Да. Вот у нас кандидат в операторы подтверждает, что я не лгу. Так что вроде как я прав. По-моему, сейчас 2-1 в пользу Некстов. Значит, поздравляем Некстов. Это мой косячок опять сегодня, что-то... У меня постоянно вылетает танк, что-то... Не знаю. Так, ладно, ключ еще раз повтори, пожалуйста. Так, ключик у нас сегодня. Внимательно слушайте, потому что повторять больше не буду. 9-5-4-7.